Шалом дорогие друзья, шалом хаверим, мы на канале Рыба Илья Гукоцар и сегодня мы с вами обсудим одно такое человеческое качество, которое мы часто за собой не можем сами отследить И практически его невозможно отследить, потому что оно основано на внутренней справедливости прежде всего Но прежде чем начать, мы будем говорить об этом качестве в рамках главы ШФ То есть мы потихоньку продвигаемся к тому моменту, чтобы догнать уже и изучать, идти в ногу со всеми Но видите, не сильно получается Извиняюсь, что так долго не записывал, было ли на то причины вески, было плохо Оксане Мы практически неделю боролись за ее здоровье Сегодня многие молились за это, спасибо, кто молился И сегодня стало лучше немногим И, ну, слава Богу, я перед вами Хочу поблагодарить всех тех людей, кто подписывается на каналах Кто ставит лайки, комментирует, кто вместе с нами поднимает этот канал Также хочу еще поблагодарить одного человека Потому что, ну, очень, ну, слава Богу за вас И вы нам очень помогли И вот эту неделю, которая была Да, возможность пережить и бороться за здоровье Дали своим поступком Мария Зиновьевна, если вы меня смотрите Вам большое, огромное спасибо Потому что вы действительно очень, ну, помогли нам И всем тем людям, кто молился За нас тоже, всем спасибо Потому что и молятся Потому что мы сейчас в этом очень сильно нуждаемся Мы нуждаемся и в духовной поддержке И нуждаемся и в материальной Но первичное, оно, конечно, духовное И от духовного уже все остальное строится Спасибо всем, огромное спасибо Думаю, что, ну, мы вместе поборем и победим эту болезнь И, ну, будем жить и возвещать дела Господни Так царь Давид, помните, когда он еще не был царем Когда он только узнал о своем будущем царстве Он тогда поднимался где-то из расщелин Потому что прятался в горах от гнева своего И пел такой псалом Бога Что не умру, буду жить, буду возвещать дела Господни Когда смерть была совершенно рядом Он проходила совершенно рядом Он утверждал вот такие слова Верой то, что Бог его ищет И Бог его и защита, и поддержка И все, что пообещал Бог, оно должно исполниться Дай Бог и нам иметь такую веру Но сегодня немного мы будем говорить не о том Потому что сегодня мы порассуждаем с вами О небезызвестной истории между Иосифом и его братьями Когда вы знаете эту всю историю Я думаю, что нет смысла ее зачитывать Потому что много раз считали это местописание И все понимают, о чем идет речь То есть, когда братья взяли и продали Иосифа То есть, хотели убить сначала Потом сняли с него вот эти разноцветные одежды Которые одевал на него отец И которые отличали его от других сыновей И бросили его в яму Рассуждая так, что там будут проходить купцы И шмейлиты, и торговцы Ну, а они вроде бы как братья Они возьмут его и где-то с собой там оставят у себя И будет у них жить И не мешать нам И вот, друзья, интересно Ну, как бы вот эту всю картину Почему я обратился к ней Потому что интересно Ну, ведь это сделали не люди-разбойники Ведь это не сделали закоренелые преступники Которым, ну, убить человека Что муху, ну, там, или шичихнуть просто Понимаете? А это делают люди, которые, ну, практически Ну, они же От них потом произойдет Весь, ну, народ будет происходить И Израиль И вот такое дело И для того, чтобы разобраться Ну, как оно Что двигало ними И как оно это все происходило Давайте сначала Кто такой Иосиф разберемся, да? Иосиф, по сути, это одинокий человек Потому что мать его умирает рано И другие Он не имеет больше братьев или сестер Кроме Вениамина Ну, тот, ну, тот маленький И с ним какой он друг А дети, которые родились от других Ну, они, вы знаете Ну, вам не надо объяснять Что такое родной И что такое наполовину родной И он жил Ну, одинокому пришлось ему возрастать Ну, он тянулся к ним Он пытался быть им братом Но, знаете, такая история бывает Когда мы хотим с людьми Хочем с людьми дружить Хочем им делать хорошее Но в ответ мы получаем Такую, как бы так Стену такую Которую ставят И такой барьер Через который ты не можешь перейти И, ну, это бывает так Тяжело, конечно, переносить Почему? Потому что ты вроде бы Как с хорошим к людям Но они тебя сторонятся Они тебе отодвигаются Что-то чувствуют Или, ну, всегда в таких случаях Что-то людьми движет И явно что-то не очень хорошее И, ну, поведение еще Иакова Ну, усугубило вот этот разрыв Между Иосифом и остальными братьями Потому что Иаков в нем видит С продолжения своей старости То есть это утешение моей старости Так он и говорит И выделяет его из всех Потому что он рожден от любимой жены От той жены, которой Иаков Хотел в себе в жены С самого начала Ведь речь не шла о Лее Он же ж Его обманули с Леей Ему подсунули А любимая жена Таки оставалась в Рахеле И, к сожалению, она умерла И, ну, когда он еще был молод И нуждался И в материнской опеке И подсказки где-то И, ну, нуждался в ней Но ему приходилось расти Расти самому И, ну, Яков, возможно И чувство вины Что не уберег мать Да и многое чего Но он Он тянулся к Иосифу И это, ну, знаете Как, ну, все же Все же вроде равны Перед отцом Но почему его Вот так приближают А нас нет Могли бы, ну У них, понимаете У них это как бы созревало Это не сразу И оно произошло И оно Ну, чем дальше Тем больше было Потому что Когда Начали сниться сны Иосифу И он ходил И ему говорили Вы должны меня услышать Послушайте Какой сон Я увидел Он рассказал Один сон Ну, они подумали В стиле Дурное спить Дурное сниться Вот так иногда, знаете Размышляют над снами Хотя Он потом рассказывает Второй сон И они, глядя на то Как на это реагирует Яков Потому что Яков становится Размышляет Над этими снами Ну, Яков Пророческий человек И он Не может не видеть В этих снах Что-то особенное Понимаете Поэтому они Ну Им Ну Они Они видят Что Ну В этих снах Это непростые сны И там Где он Рассказывает Что все снапы Будут поклониться Ему И все Звезды И на небе То же самое Ну и В общем Страхи Их Знаете На чем Основан Первое Такое Тоталитарное Государство Они же видели Как там Живут Которое Было Построено Нимродом Идея Человеческая Душа Она Ничего Не значит Человеческая Душа Она Как кирпичик В построении Имени Человека Но Ведь Бог Хочет Через них Они Понимали Строить Общество Которое Будет Ну Рамным И Где не будет Кто-то Возвеличиваться Помните Ишо Говорил Князя Господствуют В мире Но Между вами Пусть Не будет Так Об этом Обществе Он И говорил Как раз Что У вас Кто хочет Стать Большим Стань Меньшим Стань Всем Слугой Но Между тем Что Говорил Ишо И между Тем Что Испытывал И переживал Молодой Израиль Есть Огромный Временной Такой Промежуток И На то Время Ну Вот Это Еще Знаете Закваска Которая Еще Языческая Она Бродила В них И Имела Место Поэтому Вот так Ну Вот так Все Происходило И Когда Они Когда Они Услышали Все Эти Сны И Представили Представили Себе Последствия Этих Снов Ну Написано Что Ними Завладела Зависть Ну Которая Потом Впоследствии Канэ Это Такое Слово На Иврите Которая Впоследствии Оно Перешло Перешла В ненависть Вот Зависть И Зависть Понимаете Что Самое Ну Что Самое Ну Нехорошее В этом Все Что Их Зависть Их Ненависть Она Выросла Не на Пустом Месте Поначалу Они же Не описались Иосифа Полагая Что Его Сны Вряд ли Когда Нибудь Станут Реальностью Однако Когда Второй Сон Услышали И Ну Обещавший Иосифу Не просто Главенство Семьи Но Верховную Власть Над Сей Землей Увидев Как Отец Относится К этим Снам Размышляя Над ними В полной Уверенности Что Не сбудутся Братья Испытали Чувство Зависти Вот Это Зависть Ну Она Буквальное Значение Слова Канэ Чувство Возникающее У человека Когда Его Собственные Справедливые Притязания Оспариваются Другими Вот Это Как раз Об этом И вокруг Этого Сегодня Мы Немного Поразмышляем Почему Потому что Много Таких Случаев В нашей Жизни Когда Ну К примеру Ты Ну Работал Там Да Заработал Купил Себе Машину Ну Вот К примеру Да Ну Кто-то Появляется Другой Там Например Да Даже Брат Твой Или Сестра И Начинает Давай Я тоже Моим Имею Пользоваться Ней Хочу Пользоваться И А вообще Я хочу Ней Владеть Если Ты Ну Не Понимаешь Говорить Тебе И Вот Это Ну Знаете Как Очень Непросто В Такой Ситуации Остаться Ровным То есть Ну Сказать На все Воле Божьей Или Больше Того Сказать Ну Если Так То Пусть Будет Так Пользуйся Если Бог Тебе Позволит Пользоваться Этим То Пользуйся Ну Ведь Земля Господняя И мы Господни Понимаете О чем Я Сейчас Хочу Говорить О том Что Часто Густо Мы Здесь На земле К чему-то Прирепливаемся Как К тому Что Принадлежит Нам По праву Вот Мы думаем Что Там Или муж Или жена Или Какая-то Вещь Или дом Или Деньги Или Что-то Другое Оно Оно Принадлежит Нам И Ну Как Мы Имеем Твердую Уверенность Что Это Наше А Когда Бог Решает Что-то Забрать У тебя То Ты Ну И Делает Это Через Других Людей Например Да Или Ты Начинаешь Ну Как Сначала Завидовать Потом Ненавидеть Этих Людей Но Еще Еще Вам Скажу Один Момент Что Это Даже Касается Того Что К примеру Кто-то Живет Лучше Я имею Ввиду Материальное Обеспечение Кто-то Живет Хуже И В этом Возникает В сердце Как Зависть Которая Не дай бог Перерастет В ненависть Потому что Знаете Вот эти все Революции Ну Возьмем Даже Ту же Революцию С 17 Года Когда Ну Вот Царская Тогда Россия На то время Она Ну Стояла Ну Среди Самых Одна из Самых Развитых Стран Была И С ней Все считали В Европе И В мире И Денежная Единица Она Насколько Была Подкреплена Ну Золотом Что Ну Золотые Червонцы Были Что Валюта Это Считалась Рубль Это Считался Ну Ходовой Монетой Везде И Что Что Сделали Люди Того Времени Ну Получается Горстка Людей Да Которые Которые Задумали Что Это Нехорошее Она Они Знают Что Делают Но Они Подбивают Подбуривают Да На украинском Есть Такое Слово К Бунту Всех Остальных Заквашивают И Вот Случается Этот Переворот Выходит На первое Место Те Люди Которые Это Все Замыслили А Перестановки Слагаемых Сумма Поменялась Нет А Почему Да Потому Что Стало Еще Хуже Жить Потому Что Посеявший Бурю То То Ветер Пожнет Бурю И Это Духовный Закон Мы Мы Часто Думаем Что Если Б Вот Не Так Тот Б Нами Управлял То У Нас Что Было Лучше И Что Мы Зажили Вообще По Царски Ничего Подобного Люди И Все Это Не От Нас Зависит Все Это Не От Нас Зависит Вещи Больше Того Когда В Эти Вещи Вторгаются Верующие Люди А Я Смотрю На Это И Иногда Это Было Каюсь Ну Оно Захвачивало И Меня Я Так Думал Что Вот Вот Этот Человек Достойный Управлять Страной И Даже Молился Там За Него Чтобы Бог Дал ему Мудрости Но Ничего Это Не Изменило Ну Ничего Не Меняет Вообще Друзья Потому Потому Что То Что Задумано Богом Оно Будет Осуществлено Хоть Мы Хотим Этого Хоть Мы Не Хотим И Ну И Думать Что Мы Можем То Что Бог Задумал Мы Можем Как Бы На Это Что Как То Повлиять Нет В Откровении Написано В Идущей Книге Откровений Идущий Плен Сам Пойдет В Плен Взявшийся За меч Отмечаю И Погибнет И Дальше Написаны Странные Слова Которые Вроде Как Со Стихом Не Связываются Там Написано В том Терпение И Вера Святых И Здесь Мы Ставим Знак В Вопрос Да Почему Так Как Это В чем Терпение И Вера Святых Потому Что Часто Я Отвечу На этот Вопрос Как Я Понимаю Терпение И Вера Святых Это Не Взяться За меч И Это Не Стараться Кого-то Делать Своим Пленником Ну Потому Что Мы Уже Об Этим Говорили Не Буду Повторяться Только Кратко Раб Всегда Хочет Иметь Цель Раба Не Свобода Которую Ну Не Освободиться Цель Любого Раба Иметь Своих Рабов Понимаете И Просто Та Ситуация Которую Мы Сейчас Рассматриваем Она Очень Сильно Иллюстрирует Вот Этот Стих Который Мы Прочитали Что Терпение И вера Святых Никого Не брать В плен И Не Браться Самим За меч В случае Сишуа Помните Когда Петр Выхватил Меч И Отрубил Ухо Рабу Этого Первосвященника Но Посмотрел На него И Думаю Ну Что За Балбес Ты Сколько Рад Вместе Со мной Ты Хватаешься За меч Как бы Думаешь Что Этот Меч Может Нас Уберегти Чего-то Но Ведь Наша Сила И Наша Ну И Все Наше Вообще Это Только В Боге И Можно Сказать Еще Одно Местописание Здесь Как бы Для Подкрепления Того Что Я Говорю Что Напрасно Трудится Строящий Если Господь Не Созъездит И Напрасно Бодрствует Сторожи В ночи Если Господь Не Защитит Нет Я Не Призываю К полному Бездействию Но Друзья Мы Должны Иметь Веру Божью То Есть Как Здесь Бы Ну По Вере Должны Были Были Поступать Братья Но Если У Бога Есть Какие Планы По Отношению Иосифа Ну Он Ж Их Осуществит И Зачем Вам Браться За Это Все То То Зачем Помните Случай Другой Случай Когда Саул Заходит В пещеру В которой Сидит Давид И У Давида Возникает Впечатление Что Бог Предал Вот Он Тот Момент Когда Бог Предал Саула В руки Давида Ему Достаточно Было Пернуть Мечом Выйти Оттуда И Объявить Себя Царем Израиля Все Потому Что Самуил И Весь Израиль Знал Что Давид Царь Израиля Помазанный Царь Израиля Но Что Делает Давид Давид Находясь В сокрушенном Таком Духе И Чувство Обостренной Такой Веры Доверия Богу Он Уже Хотел Занести Меч Но Взял Отрезал Кусочек Из От Плаща Саулова Ну И Сказал Я не подыму На руку На Помазанника Божьего То есть Часто Вгусто Да Мы Мы Хотим Ускорить Какие Его Яму Отцу Сказал Растерзал Какой-то Зверь Когда он Шел К нам Помогать Пасти Овец И Причем Они Выбрали Место Интересное Шехем Там Первый Раз Помните Проявилась Такая Коллективная Солидарность То есть Родственная Солидарность Когда Братья Сказали Что Ровен и Шерман Сказали Что Наша Сестра Блудница Какая-то Чтобы Ее Могли Вот так Хватать И Они Взяли И Вырезали Весь Весь Город Тогда И Кстати Тогда Даже Яков И Обвинял Что Вы Наделали Мы Находимся Среди Народов Мы Малочисленные Вы Не Понимаете Какие Могут Последствия Быть Вашего Поступка Хорошо Что Бог Защита И Бог С Яковом Был Поэтому Их Поступок Их Тот Поступок Не Имел На тот Момент Особого Такого Значения Но Здесь Ну Вот Этот И Приходит Они Вшем И И История То есть Тогда Ничего Никто Не Понял Не Научила Их Что Нельзя Нельзя Этого Делать И Старше У них Тогда Первенец Был Рувен Но Поскольку Он Был Рожден От Нелег Нелюбимой Жены То Иосиф Тоже Был Первенец Только Той Жены Которую Ну Яков Действительно Любил И Та Которая По праву Должна Была Первой Быть Его Женой Я думаю И последней Потому Что Ну А Лея Вообще Речь Не шла Дальше Если бы Лаван Не обманул Если бы Лаван Поступил Честно Все Было Было Так А Ну Не Получилось У него И Ну Тогда Вот так Все Пошли Развязываться События И Друзья Очень Важно Понять С этой Историей И Что Это Я За Рувеном Вспомнил Так Вот Все Подозрения И по праву Они Легли На Рувена И Он Потом Говорит Что Куда Я Не Пойду Везде В Меня Камень Бросят Что Производит Ну Потому Что Первый Он Самый Старший Был Там Среди Вот Этой Компании Мало Лишь Что Вам Задумалось Конечно Подлые Поступки Всегда Можно Оправдать Они Оправдывали Этим Это Тем Что Мы Не Хотим Построить Такую Тоталитарную Систему Как Построил Нимрат Мы У нас Другое Предназначение У нас Надо Быть Одним Народом У Которого Нет Возвыша Большего Или Меньшего Так Как Это За счет Кого Хотите Вот Это Строить За счет Смерти Чей-то Вы Хотите Вот Это Построить Да Они Говорят Он Не Умрет Потому Что Будет Караван Заберут А Если Б Каравана Не Было А Если Б Ребенок Просидел Б Там Долго И Действительно Звери В пустыне Которые Ходят Нашли Б Раньше Людей И Разорвали Это Так Бабка Надвое Сказала Как бы То Что Они Думали И Как Оно Получилось На самом Деле Но Чем Это Оборачивается Тем Что Они Пошли В плен И В плен Такой Что Потом Вот Эти Все Слезы Ведь Он Умолял Ну Они Кстати В том Что Они Сделали Они Ничего Плохого Не Видели Потому Что Мы Справедливость Восстановили Но Только Сильно Когда Он Просился Этот Ребенок Просил Ну Юноша Просил Братья Что Вы Делаете Ведь У Мне К Вам Никогда Не Было Плохих Ничего Зачем Вы Так Со Мною Вот Это Их Немного Мучило Совестью И Естественно Как Заставляло Вспоминать Все Время Об Этому Но Не Было Там Раскаяния Они Пришли В Нормальном Состоянии Духа Пришли К Отцу Сообщили Что Его И Даже Вот Это Состояние Отца Оно Не Сильно На них Подействовало Потому Что Убитого Горем Якова Который Потеряв Любимую Жену Он Сейчас Теряет Любимого Сына Остается Только Бениамин Из-за Которого И Умерла Рахиль Понимаете То Есть Вот Это Все Вот Это В Совокупности Вместе С Вот Этими Качествами Но Какой урок Мы должны С этого Извлечь Наблюдайте Пусть Хранимого Храни Сердце Своего Наблюдайте Что у вас В сердце Потому Что Никакой Ну Справедливости Да Вот Мы Так Будет Справедливо Субъективно Все По отношению К тебе Может быть А По отношению К Рядом Сидящему Это Уже Не будет Справедливо Понимаете Наша Справедливость Она Она Очень Ну Очень Такое Знаете Это Неправда Потому Что Она Моя Справедливость Есть Одна Божья Справедливость Божьи Суды Божья Справедливость Божья Правда Вот Это Есть И Она Исходит Из Слова Божьего А Наше Понимание Как Справедливо Или Как Несправедливо Мы Должны Душить На корне Потому Что Если Потом Тебя Уже Захватит Ненависть И Ты Будешь Прятать Глаза При встрече С тем Человеком Которого Ненавидишь Это Уже Беда Твоя Потому Что Ну Ну Потому Что Это Приведет Тебя К Очень Плачевным Последствиям Понимаете Так уж Устроен Этот Мир И Так же Устроен Этот Народ Мы Если Другим Можно Это Делать Нам Этого Делать Нельзя Потому Что Бог Наблюдает Постоянно За Нами И Это Же Его Народ И Он Воспитает И Вот Этот Плен Который Так Хорошо Начинался Ну Это Мы Попозже Об Этого Закончился Таким Фиаско Закончился Тем Что Ихних Детей Муровали В стены Египтяне Вместо Кирпичей И Глиной Закидывали Вот Чем Закончилась Вот Эта Ихня Справедливость Понимаете По Правде Божьей Если Иосиф Видел Эти сны Если Он Не Таясь Его Вот В нем Не было Ни возвышения Ничего Он Просто Хотел Поделиться С ними Но Они Увидели В этом Потому Что Знаете Сердце Чистое Сотвори Во мне Да Чистое Сердце Оно Видит Бога Во всем И Видит Его Промысел И Ну Если Бог Так Решил Пусть Бог Действует Мы Будем Смотреть Как Бог Действует И Будем Благословлять И Благодарить Его За Это Но Не В этом Случай Они Так Не Имели Еще На тот Момент Такой Веры Для Рувена Чем Это Закончилось Потеря Первородства И Первородство Отходит К Иосифу И Иосиф Получает Благословение Иосиф А вот Дети Получают Благословение А Рувен И Все Теряет Это Все Тот Человек Который Скорее Всего Что Вот Эти Все Ну У Него Были Мотивы Так Поступать Потому Что Он Видел Иосиф Противника Ну Самого Такого Первого Или тот Первенец Или тот Давайте Решать Кто Первенец Потому Потому Что Ну И тот Первенец И тот Как На Это Посмотреть А то Что Отец Больше Тянулся К Иосифу У Него Было Уже Там В голове Заложена Эта Программа Ну Вот Для Рувена Это Вообще Трагически Закончилось Для Других Это Закончилось Такой Трепкой Которой Не Пожелаешь Врагу Вот Все В нашей Жизни Имеет Последствия Друзья И надо об этом Помнить Что Законы Божьи Они Установлены И Хочешь Ты Или Не Хочешь Они Действуют Ну И они Будут Действовать Веришь Ты Или Не Веришь Они Будут Действовать И Тут Весь Вопрос Насколько Мы Святые И Насколько Мы Себя Отделяем От Наших Я Хочу Так И От Нашей Справедливости А Верим Божью Справедливость Вот Насколько И В том Терпение И Вера Святых Потому Что Да Я думаю Вот Говорить Наши Времена В наши Времена Это Даже Наверное Будет И Неправильно Как Все Время Были Времена И Они Не Были Не Легче Не Тяжелее Чем Сейчас Ну Всегда Есть Соблазн Взяться За меч Всегда Есть Соблазн Кого То Сделать Рабом Своим Всегда Но Ты Помни Что Если Ты Это Сделаешь То Ты Сам Попадешь В рабство Ты Помни Что Если Ты Возьмешься За меч То Рано Или Поздно Тебя Этот Мещ Достигнет И Как Достиг Он В свое Время Саула Который Его Готовил Для Другого Человека Он Этим Мечом Сам Себя И Убил Вот Такие Посредствия Бывают Когда Мы Что То Решаем Делать По Своему Пониманию Справедливости Нельзя Этого Делать Друзья Вот Ну Нельзя Есть Слово Божье В нем Справедливость Если Возникает Какие-то У вас Конфликты Или Ситуации Если вы Сами Так Не Хорошо Не Знаете Это Слово То Обращайтесь С более Духовным Людям Которых Вы Знаете И Простите Им Показать По Слову Божьему Как Эта Ситуация Должна Разрешиться То Ищите Правды Божьей А не Своей И Тогда У вас Будет Все Хорошо Но Не Не Делайте Никаких Услуг Богу То Есть Не Надо Не Ускорять Никакие Процессы Потому Что Потом Будет Очень Больно И Будет Очень Не 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 Буду Заканчивать На этом Урок Спасибо 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 Кто Слушал Спасибо Всем Кто Слушает Заходит На Канал Друзья Подписываемся Помогаем Канал Сейчас На Канале Такая Статистика Что Больше 60 Или 65 Или 67 Смотрят Без Подписки Друзья Если Вам Не Трудно Нажмите Эту Кнопочку Подписаться И Подпишитесь Потому Что Канал Для Того Чтобы Он Развивался Очень Важно Ну Набирать Подписчиков Время Просмотра Ну Там Вот Эти Их Все Эти Тогда Он Будет В свет Туры Будет Распространяться Ну Ютуб Будет Предлагать Его Просмотру Большему И большему Количеству Людей Слава Богу Пусть Люди Слушат О том Что Есть Какое Альтернативное Мнение Всегда Интересное Альтернативное Мнение Всегда Интересное Всегда Интересное Услушать Ну Вот Так Благословляем Вас И Благодарим За все Бога И Просим Боже Научи Нас Ходить Так Перед Тобой Чтобы Не Ну Не Завидовать Никому И Не Не Дай Боже Чтобы Эта Зависть Если Она Вдруг Где-то Возникла И Мы Пропустили Не Дай Боже Чтобы Не Доведи До Того Чтобы Она Превратилась В Ненависть Что Мы Не Начали Ненавидеть Людей Вот Господи Помилуй Нас Дай Нам Силы И Терпения Такая Какая Есть У Святых Не Братся За Меч И Не Вести Никого В Плен Господи А Стоять В Вере И Благословлять Тебя Потому Что Наша Сила И Наша Защита И Все Наше И Наша Жизнь Она В Твоих Руках Мы Все Цело Доверили Ее Тебе И Поэтому Только Ты Можешь Нас Спасти И Помиловать На Другие Защиты На Нас Не Действуют Хорошо Друзья Прощаемся И Прошу Вас Смолиться За Оксану Потому Что Становится Хуже Так Мы С Операцией Никак Не Можем Ее Сделать Потому Что Нет Средств Для Этого Так Получается Как Или Бог Испытывает Или Что Происходит Я Не Знаю Я Молюсь Каждый День Об Это Но То Что Было Эта Неделя Честно По Человечески Скажу Испугался И Было Так Аж Тревожно Потому Потому Что В В Общем Хорошо Всем Хорошего Вечера Завтра Шебаты Даст Бог Завтра Еще Свидимся Если Будет Возможности Силы Продолжим Говорить О Торе И Продолжим Ее Изучать Чтобы Она Просвещала Наш Разум И Давала Нам Силы Идти Путем Истины Баруха Шем До Новых Встреч Шалом Продолжим